Сегодня у нас группа Хико Херджен, Константин Куздаков, Данил Могильный. Доброе утро, друзья! Доброе утро! Как настроение голоса уже размяли? Нет, конечно, не разминали ничего, настроение хорошее. Ну, с утра сложно, я знаю, что диафрагма, она там через несколько часов только раскрывается. Какие вы упражнения используете, чтобы расстыться? Пьем чай. И не только. Сегодня только. Хорошо, это радует. По поводу названия коллектива, я понимаю, что вы, наверное, замучились уже отвечать. Кто-то влюбился в Женю когда-то, нет? Нет. Не было такого. Как поэт Группа Смоки, кто такая Элис, да, вот, собственно, кто такая эта Джен? Почему? Никто. Никто. Это собирательный образ, как и, собственно, все, что мы делаем, это всего лишь образ. Точнее, не всего лишь образ, а ого-го какой. То есть нет никаких реальных прототипов там и историй, и вдохновения от реальных людей. Каждый человек реальный прототип. То есть просто сидели, да, и, не знаю, там, Данил сказал, слушай, а давай вот назовем... Можно, то есть я могу сказать, что ваша группа названа в честь меня. Ну, потому что я подхожу на наш образ. Да, да. Супер, я горжусь этим. Нет, на самом деле название появилось еще до того, когда Данил появился в коллективе. Вот, и придумали его вообще не участники коллектива, а наш товарищ школьный еще. Со школьной скамьи. Вот. Он целенаправленно... Он целенаправленно название предложил или просто... Целенаправленно предложил название. И никак не аргументировал. Ну, это вообще, знаете, такой человек был, которого аргументировать что-то... На школьной скамьи был. Он есть. Нет, он есть, да. Не уверена так, но он, наверное, еще есть. Ведь вы давно не общались, да, со школьными товарищами. Давайте уже переходить потихоньку к музыке, прежде чем нам что-нибудь проиллюстрируете. Опишите словами, что это за жанр, в котором вы работаете, и есть ли это какое-то смешение чего-то с чем-то, или... Вы знаете, мы от релиза к релизу вообще меняем жанр. Стилистику. Стилистику, да. То есть каждый там новый EP-альбом, он, ну, отличается разительно от предыдущих. Но у вас там и синтепоп есть, и... Да, вот сейчас мы... И рок. Да, сейчас мы переходим вот ближе к синтепопу. Кто-то вас вдохновил на это, или вы просто в поиске бесконечно находитесь? Или вы даже не собираетесь на чем-то останавливаться? Вам нравится мигзор? Да, конечно, не собираемся ни на чем останавливаться. Мы с вами музыкой занимаемся, а не форматы подбираем. Экспериментируйте. Давайте тогда слушать. Давайте слушать, да. Давайте. Песня называ... Сыграем, да? Конечно. Песня называется «Девяностые». Класс. Раз, два, три, четыре. Нас никто не остановит. Плеер мой воспроизводит звуки. Сердце в испуге бьется, после тебя закрываются оттыльны. Этот запах карамели снова с ума меня сводит, вот бы не потерять его. Сыграем, да, но все мы ждем, когда наступит зновь. Сыграем, да, но все мы ждем. Мы с тобой опять играем, да, мы тут между мирами, видишь? Это довольно просто, знаешь, с ума. Снова городские крыши нас с тобою не услышат. Будем немного сильше, чтобы никто не знал, где пропал. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Слушаем просто очень много музыки от русского хип-хопа до классической итальянской музыки, например. Почему нет? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Кстати, хип-хоп «Новая школа» тоже неплохая Это так, к слову Значит, буквально завтра, 26 мая, у нас пройдет презентация нашего нового сингла, который называется «Все, что ты видишь» Пройдет эта презентация в трубе И, собственно, мы там же празднуем наше восьмилетие Как ни странно это звучит, но нам уже восемь лет Вот, и мы потихонечку, помаленечку, а когда-то и помногу Рвем, мечем, занимаемся всякими интересными вещами По поводу «Рвем», да, мы поговорим о вашем выступлении в Москве Но после рекламы и после того, как мы прослужим как раз вот этот вот сингл Сразу после небольшой рекламы у нас в эфире вот этот самый трек по названиям Еще раз «Все, что ты видишь» Да «Хеколд Хер Джен» у нас в гостях Приглашают завтра к себе на восьмилетие Константин Глаздаков, Данил Могильный прямо сейчас в студии Доброе утро еще раз Доброе утро Я вот не берусь по-английски говорить, но лучше Ну, мне так проще, он звал ее Джен Хорошо Мне не получается А вы как чаще себя называете? «Хеколда» 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 Интересно По поводу вашего громкого выступления в Москве Надо сказать, что это был национальный финал музыкального фестиваля независимых групп, все правильно? Да И про вас даже написали на нашем всемирно известном теперь сайте НГС Да Рассказывайте, как это было, что это было и что за резонанс? Ну, собственно, мы выиграли наш отбор Вы победили Победили в Новосибирске Нет И приехали туда, и там, значит, из тридцати одной группы мы заняли пятое место Это круто Из тридцать четырех Ну, короче, из много, много было групп Вот Мы там заняли пятое место Хотя, на самом деле, по нашим объективным оценкам По подсчетам Да, мы, конечно, в топ-3 должны были войти Вот Но ничего страшного, на самом деле То есть это уже хороший результат Да, сыграли Также мы сыграли вот буквально вчера сольный концерт в Москве Вот То есть мы, да, мы прилетели Вы только вот прилетели? Мы только прилетели Мы сразу с концертов, такси и аэропорт Много было народа на вашем сольном концерте в Москве? Да Сколько вы говорить не хотите? Много Хорошо Насколько бы ни было Ну так, типа Нормально Это уже круто Пойдем Конечно Главное с чего-то начинать И главное, да Хорошо закончить По поводу этого музыкального фестиваля Что дальше? То есть там Это какой-то был этап или Ну все Ну все Все, да Это финал в Москве То есть там Дальше только там Ну, короче, нет Все Фестиваль на этом закончился Что вы там исполняли? Чем вы покорили? А мы исполняли Потому что заголовки гласят, что они заставили танцевать Московской жюри Что это? Ну, видимо так и было Мы так как раз не знаем Заставили мы их танцевать или нет Может они, конечно, все наврали Но Хотим верить в то, что не наврали С утра, капец, так сложно разговаривать Честное слово Все нормально Давайте лучше Предадим живости эфиру Давайте 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 А, песню спеть Конечно Нет, я думаю А мы про что? А мы про что? Он звал ее Джен Следующая песня Мы на нее сняли клип наш последний Называется В космосе Три Четыре И В космосе И В космосе И О И Стоя И Что? В космосе Ты Не Напоминаешь Ты Что? В космосе Все Падаешь вниз, меня с собой возьми Стоишь ты, ты мне напоминаешь дожди Всё так же тянешься бы, если снова падаешь Вниз, меня с собой возьми Ты могла бы быть совсем небесомой Словно мы все в космосе Словно мы с тобой в космосе Улетая, погибаем на скорости Словно мы с собой в космосе Пойми, раскрыты все секреты тайн И больше нечего ждать Я обещаю достать всё, что не вспомнил Почему мы стали, мы снова вдох и we're all right Не понимая, зачем нам убегать от проблем Ведь мы совсем одни Ты могла бы быть совсем небесомой Словно мы все в космосе Словно мы с тобой в космосе Улетая, погибаем на скорости Словно мы в небесомости Улетая, погибаем на скорости Улетая, погибаем на скорости Словно мы в небесомости Улетая, погибаем на скорости Словно мы в небесомости Спасибо, друзья Это группа He Called Her Jen Он зовут Обещали рассказать нам напоследок Веселую историю из жизни Давайте Данил рассказывает, пожалуйста, историю Едем мы однажды на гастроли В замечательный город Герой Омск Распиваем спиртные напитки Крепкие спиртные напитки Заходит к нам в купе Замечательнейшая Русская женщина-проводница Мы уже в этот момент ожидали Что сейчас Кокошники, что ли? Большая, сильная И в огонь и в воду Что сейчас с нами Начнутся разбирательства Мол, мы Нарушаем дисциплину На что нам было отвечено А почему меня не позвали? Возвращается она со стаканом То есть вот так вот Решительно И начинается незаконный отъем Крепких спиртных напитков в поезде Что, Мау, льешь так? Давай, 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 давай И вот половина нашего добра была потеряна Здоровее будете, мальчики Все нормально Хотелось бы сказать, что после этого Было написано, да, под впечатлением Песни девяностые Но это не так Да, типа Потому что это рэкет натуральный Радио 54 предупреждает Опасно Чрезвычайное Злоупотребление Для здоровья Спасибо, спасибо, ребята И еще раз Приглашаем всех Завтра, да В трубу Да, в 20.00 В трубе 26.00 Собственно, завтра Число Мая Мы сыграем там Хорошие Здоровские песни И все А также все хиты Да Хорошие, но не хорошие Тоже И хиты Только старые И новые хиты Спасибо И мы тоже всем говорим Спасибо слушателям за внимание В студии Радио 54 Для вас работали Талалаева Настя Александр Чисовицин Константин Глуздаков И Данил Могильный Пуе И Виолетта Вот так вот Всем добрых Позитивных выходных Живите интересно Пока-пока Удачи